Ракетный удар по промышленной зоне Южноукраинской атомной электростанции в Николаевской области – это ядерный шантаж Путина, считают эксперты. То, что был ракетный удар, и эта ракета попала в автохозяйство, недалеко, в принципе, за периметром она упала, но недалеко от ядерного реактора – это продолжение шантажа. Причем шантаж уже носит комбинированный характер. Комбинированность в чем? Первое – это повышение опять рисков радиационных аварий, как и на ЗАЭС вот эти обстрелы. И второе – это то, что попадание ракеты в гидросооружения, какие-то дамбы, плотины могут повредить частично. Это будет грозить затоплением. По мнению министра энергетики Украины Германа Галущенко, обстрел АЭС в очередной раз демонстрирует, что Россия пытается добиться хоть каких-то уступок в своем энергетическом шантаже Европы. Европа демонстрирует устойчивость в противодействии энергетической агрессии России. Но необходимость остановить российский ядерный террор в Украине требует двойных усилий. Если наступит ядерная зима, проблема высоких цен на электричество перестанет быть актуальной. Герман Галущенко, министр энергетики Украины, Facebook. Вопрос ядерной угрозы для мира возник еще в первую неделю полномасштабного вторжения России. Тогда оккупационные войска вторглись на территорию Чернобыльской АЭС в Киевской области. Уже много недели российские войска обстреливают Запорожскую АЭС. С начала марта станция оккупирована российскими войсками, однако ее продолжает обслуживать украинский персонал. На фоне обстрела в украинских АЭС Кремль постоянно возвращается к теме возможного применения российской армии ядерного оружия в Украине. Это шантаж. Это попытка шантажировать как Украину, так и западных партнеров, испугать возможной ядерной аварией и при этом требовать заставлять какие-то условия как перед официальным Киевом, так и перед зарубежными партнерами для того, чтобы они либо не поставляли оружие в Украине, либо оказывали какое-то давление на украинское руководство, принуждали их переговорам на российских условиях. Ранее в интервью телеканалу CBS президент США Джо Байден призвал Путина не наносить ядерный удар, а также добавил, что подобные действия необратимо изменят ситуацию в мире. Они станут изгоями в мире больше, чем когда-либо. И в зависимости от масштаба того, что они сделают, будет определен ответ. Джо Байден, президент США, в интервью телеканалу CBS. По мнению экспертов, применение Кремлем ядерного оружия маловероятно. Ядерное оружие, прежде всего, это тактическое оружие, оружие поля боя. Ну и скорее всего, даже не как в военных целях, а как устрашающий удар. При этом оценка такого сценария, что он достаточно маловероятен, при этом сохраняется очень высокая опасность того, что он попытается это сделать в гибридном, своем любимом гибридном стиле, то есть созданием, не так нанесением, применением ядерного оружия, как такового, а созданием условий, при которых может произойти ядерная катастрофа. Вот это все тоже демонстративно сделано накануне генеральной конференции МАГАТЭ. Градус повышается в зависимости, геометрической, так сказать, зависимости, прямо пропорциональной от ухудшения у Российской Федерации дела на фронте. Обстрелы украинских атомных станций – это попытка выторговать смягчение санкций у Запада и усадить Украину за стол переговором на своих условиях, уверены эксперты. Юлия Грановская для телеканала Freedom.